Завершился конкурс на должность главы администрации нашего округа. На финальном этапе Уссурийская дума должна была рассмотреть две кандидатуры и проголосовать. По решению конкурсной комиссии на должность претендовали в Рио главы администрации Евгений Кош и депутат от 7-го избирательного округа Галина Овсянникова. Выдвижение мною своей кандидатуры на должность сети-менеджера, это прежде всего был шаг поддержки в пользу Евгения Евгеньевича. И я убедительно прошу вас поддержать сегодня его кандидатуру. Это молодой, энергичный, желающий человек работать, а мудрость нашей думы только поможет ему. Единогласно народные избранники отдали свои голоса в пользу Евгения Коржа. С сегодняшнего дня он глава администрации Уссурийского городского округа. Я надеюсь, что мы будем работать одной дружной командой на благо жителей нашего Уссурийского городского округа. Поздравляю еще раз вам. Напомним, что Евгений Евгеньевич временно исполнял обязанности главы администрации с конца августа 2014 года. Ранее он работал помощником губернатора Приморья. Курировал предоставление земель многодетным и молодым семьям. Уссурийск – это родной город Евгения Коржа. Сейчас он намерен не только бороться с текущими проблемами здесь, но также вплотную займется исполнением поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По тем наказам, которые по проезду сделал губернатор, у нас будет новая ледовая арена, у нас будет вода, это в большом микрорайоне «Радужный», который будет один из первых проектов на Дальнем Востоке по социальному жилью. И будет 4 или 5 детских площадок спортивных больших. На развитие этих проектов в течение трех лет округ получит дополнительно 260 миллионов рублей из краевого бюджета. Вторая ледовая арена и новые универсальные спортивные площадки появятся у нас до конца 2017 года.